Да что с тобой не так? Если мы пошли на дело, то я хочу, чтобы это смотрелось круто. Давай уже быстрее, пока нас не спалили. Ты идиот? Тут повсюду могут быть камеры. Да, именно поэтому мы и надели маски. Умник. Дай линейку. Как я буду взламывать чертову дверь вот этим? Ты просил взять с собой линейку. Я взял. Чувак, это Веста. Здесь из Веста. Это Лада Веста. Братан, может тогда угоним американскую тачку? Мы же реальные гангстеры. Какие, блядь, гангстеры? Они стоят одинаково. Хорошо, братан. Без проблем. Друзья, всем привет. С вами Алексей. Это новый выпуск на канале Вест Моторс. И сегодняшний наш выпуск достаточно необычный. Судя по количеству проданных автомобилей Лады и Весты, можно понять, что это один из самых продаваемых автомобилей в Республике Беларусь. И поэтому сегодня мы хотим вам открыть, так сказать, занавес, показать, какие альтернативные варианты вы можете приобрести из Соединенных Штатов Америки по цене Лады и Весты, а то и дешевле. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца, ставьте свои лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы погнали. Перед тем, как я начну показывать вам все возможные варианты, которые можно приобрести на рынке в США, хотелось бы отметить плюсы и минусы нового автомобиля Лады и Весты и аналогичных по стоимости вариантов на рынке США. Да, сразу можно сказать, что Лада и Веста это новый автомобиль, у вас есть гарантия. Но сразу вам хочу сказать, что гарантия у вас будет только в том случае, если вы на протяжении всего гарантийного срока будете обслуживать автомобиль у официального дилера. А это, на секундочку, примерно долларов 150-200 каждые 10-15 тысяч километров. То есть за эти деньги вы можете Fusion обслужить, не знаю, 3 раза просто. И вторым немаловажным аспектом является то, что купив Ладу Весту, на секундочку, мы позвонили в официальный дилер Лады и узнали, сколько сейчас стоит самая дешевая Лада Веста, и нам озвучили цифру в 32 тысячи белорусских рублей, что примерно 13 тысяч 200 долларов. И только выехав с салона на новой Ладе Вести, как и на любом другом автомобиле, вы сразу же теряете в стоимости примерно 20-25%. И в следующем году, купив Ладу Весту за 13 тысяч долларов, вы ее продадите за 9 в лучшем случае. А купив Ford Fusion за 13 тысяч долларов, вы его через год продадите за 14 тысяч долларов. Вот такая вот арифметика, ребят. Приступаем к осмотру лотов, которые уже были выиграны. Будем использовать сайт Автостад, уже конкретно выигранные варианты. Это не какая-то будет предположительная цифра. Будем рассматривать преимущественно варианты, которые не сильно биты, и преимущественно с целой безопасностью. Ford Fusion 2018 модельный год продает страховая компания Geico на красивых дисках и с пометочкой вандализм. Расскажу, что такое вандализм. В Америке существует такая ситуация, когда вам просто бьют автомобиль, какие-нибудь не совсем хорошие люди, или просто красят его с баллончиком, и этот автомобиль сразу попадает на страховой аукцион. По той причине, потому что над ним, так сказать, надругались. И вот над этой машинкой надругались непонятно даже где. Посмотрите, она полностью целая. Я вот смотрю, то, что повреждений у нее практически нет. У нее есть уже туманки. Посмотрите, что у нас по повреждениям. Я так и не могу понять. Вижу то, что есть камера заднего вида, есть парктроники. Это уже, извините меня, парктроники и камера заднего вида. В новых автомобилях это стоит просто космических денег, если вы захотите забросить это как доп. Да, комплектация на нас SE, полуторалитровый мотор, передний привод, разбит у нас задний правый. Фонарь на крышке багажника. Все, вот это вандалы. Подошли, просто тюкнули молоточком немного и ушли. Смотрите дальше. По комплектации у нас комбинация кожа-тряпочка. То, что будет очень приятно в вашей спине и попе летом. То, что центральная часть сидения у вас, в принципе, тканевая, поэтому не будет сильно нагреваться. Но еще, касаемо вандализма, я вижу то, что здесь, в принципе, такой достаточно борделон в машине, какая-то вон картошка фривидная. Но я вам скажу то, что, в принципе, если взять любой автомобиль в выходной день, если вы едете куда-то с друзьями отдыхать, то у вас после этих выходных обязательно такой же вандализм и будет. Поэтому нечего этого бояться. Абсолютно. Технические жидкости. Вот смотрим, у нас охлаждающая жидкость присутствует. Масло мы, к сожалению, не можем проверить через компьютер. Какую еще информацию мы можем увидеть? То, что тачка ушла у нас за 5400 долларов. Как вы думаете, почему она так дешево ушла? Объясняю. Потому что она у нас не заводится и не едет, хотя есть ключи. Я думаю, что многих эта ситуация напугала. Но мы абсолютно каждый автомобиль, который подбираем для нашего клиента, пробиваем по базе Carfax. И, в принципе, этот автомобиль не исключение. Мы также можем его пробить по этой базе. И что мы здесь видим? Видим то, что у автомобиля один владелец. Периодически автомобиль проходил плановое ТО. И последнее ТО у этого автомобиля было на пробеге 37 036 миль. После чего буквально через месяц, вероятнее всего, его угнали. И после этого он получил статус вандализм. То есть, в принципе, последнее ТО у него было за месяц до того, как его угнали. И с этого можно сделать вывод, что максимум еще 3000 миль накатали. И максимум пробега, который может быть в этой тачке, это 40000 миль. Вот так вот это все просто дело пробивается. Видим то, что у него задний удар. В принципе, я так предполагаю, что это имелось в виду задний фонарь. Но, сами понимаете, тачка целая. Ни разу не участвовала в торгах. Что с ней может произойти не так? Она вам становится в 10500 долларов. Вы поменяли задний правый фонарь. И разобрались, почему она не заводится. Я думаю, что никаких проблем у вас не будет. И вы получаете себе, грубо говоря, ну давайте возьмем 11000 долларов. Тачку 2017 года. В хорошей комплектации. И практически, да не практически, целая. Целая машина с разбитым фонарем. Разбить фонарь, не знаю, можно паркуясь просто рядом с какой-нибудь другой машиной. И следующий у нас это прямой конкурент Ford Fusion. Это Chevrolet Malibu. Если вам покажется, что здесь есть небольшая такая долька предвзятости к этому автомобилю, то это так и есть. Потому что я, как бывший владелец Ford Fusion, естественно, немножко топлю за Fusion. Люди делятся на два лагеря. Фанаты Fusion, фанаты Malibu. Точно так же, как фанаты Mustang и фанаты Camaro. Автомобиль у нас 2020 модельного года. Что мы о нем знаем? Знаем, что у него 44 647 миль пробега. Полуторалитровый турбомотор. Передний привод. Это автоматическая коробка и комплектация LT. Видим то, что у нас заводится, едет, есть ключ. Смотрим фотографии. Что же у нас с ним произошло? Потому что указано то, что у нас боковые повреждения. Немножко у нас пострадал, я вижу, передний бампер, какие-то небольшие коцки. Хотя, это похоже, знаете, больше на что? То, что в него стреляли сразу с пневматического какого-то пистолета. А потом уже взяли за серьезную технику. За нормальный ствол, который мы и прострелили, в принципе, двери этого автомобиля. Потому что, я смотрю, по бамперу стреляли только с пневмата. А уже в дверь начали лупить с огнестрела. Безопасность, естественно, целая. Хотя, я не знаю, был ли в безопасности человек, который ехал на ней. Вероятнее всего, что нет. Стоечка у нас также повреждена от пули. Но, на самом деле, даже, я вам скажу, это преимущество этой тачки. Вы будете приезжать на район с огнестрелами в своей тачке. Тачка у нас до трех лет. И сыграла на поставке 5600 долларов. Давайте посмотрим, что у нее еще по комплектации такого интересного есть. Согласитесь, автомобиль реально выглядит очень хорошо. Есть противотуманки, есть симпатичная оптика. Так, по лобовому, в принципе, не попали. Слава богу, все остались, наверное, живы. У нас также есть климат-контроль. У нас есть большой монитор. 2019 год, это у нас уже рестайлинг. Есть у нас Apple CarPlay и Android Auto. Механическая регулировка сидений. Пассажирского, по крайней мере. Вероятнее всего, что водительское у нас будет автоматическое. Автомобиль продавался аж три раза. Дважды уходил за 6400 долларов. Его не отдали. И сейчас находится на утверждении за стоимость 5600 долларов. Давайте сейчас прочитаем в нашем калькуляторе, сколько этот автомобиль обойдется со всеми расходами, кроме ремонта. Если его все-таки человеку отдадут за эту стоимость. У нас он менее трех лет. Льготная таможня. Также полуторалитровый мотор. И со всеми расходами тачка вам обойдется 11113 долларов. 2019 год. Минимальные повреждения. Если вы не хотите заморачиваться и ремонтировать тачку, для вас есть вот такой вот прекрасный вариант Ford Escape 2019 модельного года. Открываем фотографии. И видим то, что у нас нету никаких повреждений, кроме подвески. 55 720 миль пробега. Передний привод. Комплектация SE заводится. Едет. Ключи есть. Но есть небольшой нюанс. Ходовая часть. Повреждения по ходовой части. То есть где-то, наверное, она летела. Летела. Может быть, подпрыгнула на каком-то мостике. А может быть, залетела на какой-то лафет, как в GTA-шке. Прыгнула, бабахнулась подвеской и немножко расшатала свои рычаги. Может быть, такая ситуация. То есть немножко поработать с подвеской. Тачка ушла за 6300 долларов. Это у нас 12 месяц 2018 года. В принципе, можем с помощью небольших математических вычислений понять то, что она у нас обойдется в 11290 долларов. И отремонтировать вам надо только подвеску. Вы потом всем смело можете говорить, что ваш автомобиль не бит и не крашен. Если вас так уже беспокоит тот факт, что автомобили из Америки чаще всего приходят в аварийном состоянии. Вот, пожалуйста, не разбит подвеска. Подвеску можно разбить и ввести за, я думаю, короткий промежуток времени. Тем более по нашим дорогам. Любимец девушек и некоторых парней. Это Бьюик Энкор. Посмотрите, в каком интересном цвете. Называют его Шампань Майот. Страховая компания Progressive Casualty Insurance сыграла по ставке 3750 долларов. Он, конечно, по классу немножко меньше, чем Форт Эскейп. Но я же говорю, в основном этот автомобиль пользуется популярностью у девушек. Не хочу оскорбить парней, которые ездят на этой тачке. Ну, маленький такой пузатенький смешной автомобиль, который, в принципе, заслужил свою популярность уже на протяжении долгих лет. 19-й модельный год. По происшествию, что у нас смотрим, 14-й мили пробег. Двигатель. Неизвестно. Написано неизвестно. Как неизвестно? 1.4. Могу подсказать вам. Комплектация Preferred. Самая такая пустоватая. Не заводится, не едет. И у нас самое основное повреждение – это утопленник. Вроде все хорошо. Автомобильчик аккуратненький. Такие есть небольшие у нас тут в решетке радиатора какие-то листики. Может быть, это водоросли. Непонятно. Смотрим, повреждений все нету. И нету, и нету, и нету. И потом попадаем в салон. Жесть. Сразу я подумал, что это подушка стрельнула на торпеде. Но это просто какой-то мешок. Ну, такое ощущение, что она утонула просто в мусорном контейнере, честно говоря. То есть, может быть, этот топляк и стоит рассматривать, потому что он в воде явно не был. Он просто был на какой-то свалке. Как можно было довести до такого состояния машину? Давайте еще посмотрим, что мы здесь интересного найдем. Чем же питался владелец этой машины? Питался какими-то... Рейнольдс в рэп. Это что такое? В рэп, это что такое? Питался какими-то салфетками, пледами. Судя по тому, что подкапотное пространство у нас все просто загажено конкретно, то он плавал, я вам скажу, очень серьезно. То есть, такие варианты наша компания не советует рассматривать. Переходим к следующему варианту. Это у нас также Бьюик Энкор, 18-й модельный год, 1 миля пробега, но это не актуальная информация. Двигатель также неизвестен. Такое ощущение, что никто не знает, какие моторы стоят в Энкорах. Передний привод. Комплектация также Prefet. Заводится, едет, ключи есть, передний удар. Чистый тайтл, ребята. Чистый тайтл, то есть, на него могут даже метить и жители Соединенных Штатов. Потому что чистый тайтл, вам надо ее просто восстановить и сразу же на ней уезжать. Потому что автомобили, которые попадают под другие категории, типа вандализм, сэлович и так далее, эти автомобили поставить на учет в Америке нельзя. Без дополнительных операций, которые никто в Америке никогда не будет проворачивать, потому что это будет стоить космических денег. Капот под замену, усилитель не пострадал. Пострадал немножко диффузор радиатора. Радиатор сам тоже пострадал, видите, небольшая лужица есть у нас под машинкой. То есть, надо будет менять радиатор. Вероятнее всего, охлаждающая жидкость вытекла. Почему-то приборная панель у нас не говорит. Эта фотография вообще непонятно что. Скорее всего, просто попала из личного архива человека, который ее фотографировал. Видим то, что у нас пятый месяц 2018 года, автомобиль от трех до пяти. В бачке охлаждающей жидкости ничего нет. И вот давайте рассмотрим поподробнее телевизор. Как-то он себя некомфортно чувствует. То есть, скорее всего, надо будет менять телевизор, но это не точно. Может быть, он просто такой специфической формы. В принципе, геометрия автомобиля не пострадала. 5175 долларов ставка на этот автомобиль. Давайте просчитаем, сколько он у нас обойдется со всеми расходами. 5175 долларов и вот такая вот кроха. В 10 тысяч 24 доллара без ремонта. Запчастей на этот автомобиль хватает. Если вы переживаете то, что вы останетесь как у разбитого корыта, приедете и будете ездить на битой машине. Я вас могу обрадовать то, что запчастей на этот автомобиль уже не один год хватает. Просто в огромном изобилии. Volkswagen Jetta 19-го модельного года. Это последнее поколение автомобиль с мотором 1.4 с пробегом 88 712 миль. Модификация R-Line. Это не какой-то вам пустой барабан. Это еще и такая достаточно заряженная пушечка. Заводится, едет, ключи есть. Правая сторона повреждена. Мне сразу бросилась в глаза наклейка на лобовом стекле, на которой написано Uber. И вероятнее всего этот, как мне кажется, немаленький пробег для этого года намотали именно в Uber. Если у нас в Uber любят Volkswagen Polo, то, видимо, в Америке любят Volkswagen Jetta. Вот у них, конечно, получше ситуация обстоит, получается. Мы вынуждены ездить на обычных Polo в самых пустых комплектациях. А они ездят в Volkswagen Jetta в R-Line, еще и в белом цвете каком-то красивом. Ищем повреждения. Видим, что есть небольшие царапки по переднему бамперу. Но передний бампер, вы сами понимаете, передний и задний бампер – это такие элементы, которые все время хотят поцеловать какое-нибудь другое препятствие. Типа полусферу, бордюрку и так далее. Никто от этого не застрахован. Итак, переходим к тому самому боковому удару. Но камеру пока рассмотреть не можем. Видите, как у Volkswagen все по-спортивному, все элементы развернуты в сторону водителя. Ничего себе, я, честно говоря, даже не обращал внимания на это. Стрельнуло у нас. Шторки стрельнули. Стрельнули сиденья. Тканевый салон у нас, кстати. Дверь под замену 100%. Порог немножко подзагнуло. Пробег уже он называл. 80-80-70-12 миль. Шторки стрельнули по правой стороне. Шторки стрельнули по левой стороне. Лежат номерные знаки. 11-й месяц 2018 года. Ключик есть. Давайте прочитаем, сколько он у нас обойдется. 5-250 ставка. Мотор 1,4. 5-250. По льготной таможне. Этот автомобиль со всеми расходами обойдется вам в 10 099 долларов без ремонта. Накиньте, ну я не знаю, я не хочу говорить какую-то цифру по ремонту, потому что это невозможно. Назвать стоимость ремонта. Но тем не менее, ну пускай даже 2000 долларов вы накинете. Это получается 12 тысяч долларов. Вы получаете автомобиль 2018 года в аirline комплектации последнее поколение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вот мы и закончили наш топ-5 автомобилей, которые можно приобрести по стоимости Lada Vesta и даже дешевле. И что мы по итогу получаем? Автомобиль, который будет комфортнее, который будет достойно выглядеть, будет в достойной комплектации. И ваши соседи никогда в жизни не подумают о том, что вы работаете в службе такси. И самым главным лично для меня моментом является то, что автомобиль, купленный в США, не потеряет в цене так, как потеряет в цене новый автомобиль. На новом автомобиле вы проехали буквально там полтора километра, он уже потерял в цене. А тачка, пригнанная из США, даже через полгода-год, может быть вами продана с хорошим плюсом. Если вы задумывались о покупке автомобиля из США, вы прямо сейчас можете, досмотрев это видео до конца, поставив лайк, подписавшись на канал, написать в комментарии, какой бы вы автомобиль хотели приобрести себе, либо написать бюджет, в который бы вы хотели вложиться, и наши менеджеры с вами свяжутся и подберут вам самый достойный вариант. С вами был Алексей, компания Восмотрс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok